Делегация Чувашия вернулась с 18-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Единороссы взяли курс на обновление. Подробнее о работе съезда в материале Родиона Архипова и Бориса Андреева. Около трех с половиной тысяч участников съезда собрались в международном выставочном центре «Курокус-Экспо». На дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы развития страны. Главной задачей для «Единой России» является поддержание авторитета партийцев. Подчеркнул президент России Владимир Путин. Кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня. Он также призвал членов партии «Единая Россия» работать на результат, а не топтаться на месте. Каждый должен четко представлять свои задачи и стараться их выполнять. Ваши представители есть везде. Во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России. Однако, и нужно тоже прямо об этом сказать. Ну, кстати говоря, так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах. Есть и те, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. На съезде обсуждены актуальные вопросы, волнующие жителей регионов, в том числе и реализация партийных программ. К примеру, в Чувашии успешно выполняются мероприятия программы Чувашского регионального отделения «Вместе жить, вместе строить». Она была принята в 2015 году на выборах главы Чувашии. Наша задача – сплачивая товарищей по партии, сплачивая жителей Чувашской республики, сплачивая общественные организации, институты гражданского общества, двигаться дальше по вопросам повышения качества жизни. Вот уже 10 лет в Чувашии успешно работает региональная приемная партия «Единая Россия», в которую может обратиться со своими чаяниями любой гражданин. Приемная в Чувашской республике, она действительно работает эффективно, обеспечивает коммуникацию между партией и населением, между властью и гражданами. Это главная задача и главная цель. Новый проект станет логическим продолжением государственной программы развития сельских территорий. Необходимо, чтобы в нем было наглядно указано, в каком селе, в каком районе, в каком регионе будет построена школа, открыт ФАП, отремонтирован клуб и так далее. Прежде всего я хотела бы поблагодарить всех тех, кто работает в общественной приемной председателя партии. Дмитрий Анатольевич Медведев, у вас очень хорошая команда. Работает классно, работает профессионально. Очень активно работает и вторая команда. Это команда, которая ведет партийные проекты. И, конечно, поскольку я координатор партийного проекта «Старшее поколение», то в первую очередь вижу, насколько эта работа идет и планово, и системно. И действительно волонтеры подключились. То есть очень интересные формы, методы, а самое главное – люди работают с душой. На съезде выдвинута инициатива создания нового национального проекта «Социальные проблемы села». И именно ваши коллеги были инициаторами такого проекта. О работе других площадок и принятых решениях мы расскажем в следующих выпусках программы «Республика». Родион Архипов, Борис Андреев.